Дорогие мои, не очень люблю я вести подобные разговоры, но хочу внести ясность для того, чтобы вы понимали, принимали меня таким, какой я есть. Вчера себе шел, 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 шел человечек по лабиринтам фейсбука, увидел мой пост о моем любимом гимне жизни Владимира Семеновича Высоцкого, песню, текст песни, естественно с фотографиями, комментариями, я не люблю, я не люблю фатального исхода от жизни, никогда не устаю и так далее. И человечек пишет, а Высоцкий был еврей. Я правда сразу не заметил слова ненавижу большими буквами, поэтому задал вопрос, ну и что? А когда увидел ненавижу, мне все стало ясно, я попытался предложить ему подумать, он закидал меня, может и хорошие книги названиями с предложением почитать, но человек, излучающий ненависть и цепляющийся этой ненавистью за гения и ненавидящий гения не потому, что он гений и он с ним не согласен, а потому, что он еврей. Ну и это еще, в общем-то, вопрос, кто из нас не еврей. Я просто считаю, что национальность это не признак и не предмет ненависти. Раса, половая принадлежность, какие-то природные или неприродные увечья, болезни, красивое или некрасивое лицо, замечательная или незамечательная дикция, блистательный ум или наоборот, глупость, явленная природой. Это не предмет ненависти. Да и ненависть уж слишком зашкаливающая, как и истинная любовь. И проявлять ее кому-то надо ли? Я сейчас имею ввиду ненависть и агрессию. Поэтому, дорогие мои, с ненавистью к кому бы то ни было, не ко мне, я воспринимаю людей всех вероисповеданий, даже если не разделяю их мнение и не принимаю ни одну из религий. Я принимаю людей всех наций и народностей. Ибо уроды и мудаки есть, извините, в каждой из них. Но, слава Богу, нормальных, любящих, добрых людей большинство. Поэтому, дорогие, есть у меня друзья разных рас, разных народов, наций и национальностей. И я, дитя незнамок, чьей крови, по крови-то я знаю, откуда я иду, от Тамерлана. И это факт. Я генетический его потомок, как и десятки тысяч ныне живущих человек могут заявить то же самое. Тобто, я не уникален. Но, ребята, когда вы хотите излить свою ненависть, да пожалуйста. Но я не разделяю такое мировоззрение. Я терпимо отношусь и к вам, ненавидящие всех. Меня вызываете вы лишь сострадание и милосердие. Ибо сами разрушаетесь, источая яд своей ненависти. Куда вы ее источаете? Прежде всего, в свое сердце, родные. Мне жаль вас искренне. Пройдите свое прощение и покаяние. Возлюбите себя. И не останется в вашем сердце место ненависти. Поэтому, дорогие мои, за любовью, за свободой, за знаниями, за умениями, за мастерством, за исцелением ко мне. А ненавидящим я не сочувствую и не разделяю их мировоззрение. Ибо каждая война закончится примирением через покаяние и прощение. И никак иначе не будет. Любви вам, радость, счастье.